Победа украинцев над российскими оккупантами будет общей. Всех, кто ее приближал. Но для этого необходимо продолжать поддержку государства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. По его словам, каждый день тишину в тыловых областях завоевывают наши воины в жестоких боях на передовой. Глава государства попросил не забывать об этом и уважать наших бойцов. Украинский лидер отметил, что наша страна продолжает готовить несколько важных международных событий, которые могут дать больше стойкости и обеспечить оружием. Сегодня хочу сосредоточиться на словах благодарности. Первое – воинам. Всем, кто сейчас в бою, на позициях, выполняет боевые задачи. Авдеевка, Маренко, Бахмут, Лиманское направление, Северское. 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Остроградского. 55-я отдельная артиллерийская бригада Запорожская Сечь. Десантники нашей 79-ки. Спасибо вам, воины. Неизменно, храбрые и стойкие. 80-я бригада ДШВ. Спасибо за образцовое уничтожение врага под Бахмутом. Молодцы, ребята. 54-я отдельная механизированная бригада имени Гетьмана Мазепы. Спасибо за стойкость, за защиту позиций, а значит, за защиту Украины. Это важно понимать. В каждом нашем городе, в каждом селе, повсюду, где сейчас уже более или менее тихо, везде, где сегодня был просто спокойный весенний солнечный день. Каждый день такой тишины в тыловых областях завоевывают наши воины в жестоких боях на передовой, в ежедневных боях. Пожалуйста, прошу, уважайте это. И всегда помогайте нашим воинам, когда это нужно. Всегда поддерживайте государство и оборону, насколько это возможно. Второе. Благодарность спасателям, всем нашим работникам ГСЧС, которые привлечены к ликвидации последствий вражеских ударов. Спасибо всему коллективу ГСЧС. Мы продолжаем готовить несколько важных международных событий, которые могут дать нашему государству больше крепости, а нашим воинам больше оружия. Почти каждый день происходит соответствующая коммуникация с партнерами. Наша дипломатия решает соответствующие задачи. Совещания, разговоры, встречи, много всего. Я благодарю всех, кто привлечен к такой подготовительной работе. В абсолютном большинстве случаев это невидимая для всех работа. И так правильно, именно так это работает. Результат основан на подготовке. Спасибо каждому и каждой, кто готовит результаты для Украины. Правительство, офис, наши дипломатические представительства. Спасибо всем, кто участвует. Наша победа в этой войне будет общей. Всех, кто ее приближал. Всех, кто воевал и работал ради победы. Слава каждому украинскому герою. Слава нашему прекрасному народу. Слава Украине.